Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел прием граждан. Большая благодарность, что он помог. Я просто даже не ожидал, что это в такие короткие сроки. Музыкальная гостиная на сцене Видновской школы номер 10. Спортивный праздник в детском саду номер 9 «Солнышко». Исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Алексей Спасский принял участие в приеме граждан, который провел депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Подобные мероприятия уже стали традиционными. Для того, чтобы полнее понимать картину событий, происходящих в округе, на помощь депутату приходят представители руководства муниципалитета. Большинство из тех, кто приходит к Вячеславу Фетисову на прием, люди, оказавшиеся в сложной ситуации. Юрий Авраменко руководит товариществом собственников жилья одного из домов в Горках Ленинских. Жильцам дома необоснованно навязывают плату за электроэнергию, которой они не пользуются, а также за содержание нескольких объектов высоковольтного оборудования. Десяти минут хватило, чтобы рассмотреть проблему, а исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский пообещал лично контролировать решение этого вопроса. Выход найден. Теперь главное сделать правильные шаги дальше и действительно по этому пути пройти и закончить процесс. В этот раз пришел на прием и один довольно необычный посетитель. Дмитрий Молчанов более 20 лет жил в доме барачного типа на улице Софийской. Несмотря на то, что дом был признан аварийным, расселять его не спешили. Со своей проблемой летом прошлого года Дмитрий уже был на приеме у Вячеслава Фетисова. После долгого хождения по инстанциям Надежд особых не питал. Оттого в конце интервью, которое мы у него брали в прошлый раз, употребил слово «наверное». Что я пришел со своей просьбой? В этом году уже решат. В старом доме Дмитрия не было элементарных условий. Отсутствовали даже ванная комната и канализация. Теперь он получил новую квартиру в микрорайоне Бутово-Парк-2. И во многом уменьшение сроков принятия решения происходит благодаря тому, что на приеме присутствует руководство муниципалитета. Я приходил с вопросом по поводу расселения вареного жилья где-то полгода назад. Приходил к Вячеславу Фетисову. Как он и обещал до Нового года, что я получу ее, я ее получил. Большая благодарность, что он помог. Я просто даже не ожидал, что это в такие короткие сроки. Как отмечает сам депутат, с проблемами люди идут с большей охотой, нежели с тем, чтобы поделиться радостью. А потому такие встречи особенно дороги Вячеславу Фетисову. Естественно, что гость не ушел без небольших, но ценных подарков. Автографа прославленного хоккеиста, фотографий на память и крепкого рукопожатия. Несмотря на довольно широкие полномочия, очень редко депутату приходится выносить обсуждение вопросов граждан в правительство. Большая их часть решается на местном уровне. А потому совместный прием граждан представителями Госдумы и руководства муниципалитета позволяет значительно сократить время решения насущных проблем жителей. Мы этот формат избрали с самого первого дня. То есть глава присутствует во время приема. И что очень важно, что довольно-таки часто мы прямо решаем вопрос за столом здесь. Люди уходят уже, в общем, не с обещаниями, а с конкретным уже каким-то решением. Это очень важно. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. И чтобы побывать на одном из них, необходимо предварительно записаться и рассказать о своей проблеме. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В рамках ежегодного творческого мероприятия юные дарования Ленинского городского округа выступили на сцене Видновской школы номер 10. Каждый раз музыкальная гостиная посвящена юбилейным датам российских классиков, поэтов и композиторов. В этом году героем праздника стал Петр Ильич Чайковский. Подробности в сюжете Юлия Погасьян. В этом году отмечается 180-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его произведения до сих пор будоражат сердца миллионов. Равнодушными не смогли остаться и организаторы ежегодного мероприятия «Музыкальная гостиная». В этом году оно посвящено творчеству выдающегося композитора. «Музыкальная гостиная» Музыкальная гостиная помогает ознакомить детей с миром классики, поэзии. Помогает им влиться в мир прекрасного, узнать больше о нашей истории великой, художественной. Это праздник для детей, который они надолго запомнят практически на всю свою жизнь. С большой ответственностью к мероприятию отнеслись воспитанники детского сада номер 7 «Лесная сказка». Вместе с музыкальным руководителем они не одну неделю разучивали русский танец под музыку из балета «Лебединое озеро». Чайковский – это очень высоко, это здорово. Вы знаете, с каким удовольствием дети готовились под эту музыку. Они с каким вниманием слушали ее. И я думаю, что это всегда детям принесет пользу. «Музыка Чайковского – это моя жизнь, она мне нравится, очень красивая, хорошая. Меня там вдохновляет тоже скрипка, очень красиво играет». Чтобы поздравить ребят с еще одним удачно проведенным концертом, мероприятие посетил глава городского поселения «Витное» Моисей Шамаилов. Он отметил важность продолжения этой славной традиции, которая в Ленинском городском округе зародилась три года назад. «От композитора к композитору, от автора к автору. И вот так, ежегодно, переходя от одной темы к другой, мы знакомим детей с творчеством великих людей. Я вам скажу по секрету, дети, что вы слышите меня? Да! Молодцы! Мы иногда на этих гостиных узнаем что-то новое и для себя. Мы взрослые». С каждым разом число участников мероприятия увеличивается, да и желающих посмотреть на выступления юных артистов тоже растет. Поэтому в этом году музыкальную гостиную было решено провести в стенах Видновской 10-й школы, в которой один из самых больших актовых залов города. По окончанию праздника всем выступающим были вручены памятные подарки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Она дошла до Берлина, а весть об окончании войны застала ее в Праге. В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне юбилейную медаль вручили ветерану Раисе Степановне Харлановой, спасшей на поле боя не один десяток жизней. Тему продолжит Екатерина Борисова. Спасибо за мужество, за то, что подарили нам возможность жить и трудиться в мирной, свободной стране. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Исполняющий обязательства главы Ленинского муниципального района Алексей Петрович Спасов. Спасибо. Юбилейную медаль в 75 лет победы и памятный подарок глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов вручил ветерану Великой Отечественной войны Раисе Степановне Харлановой. Когда началась война, Раисе Степановне только исполнилось 18. В то время в Сталинграде всех молоденьких девушек брали в зенитчицы. Но, как уверяет наша героиня, ей повезло. Она поступила на трехмесячные курсы медсестер. На своих хрупких плечах всю войну она выносила раненых с поля боя. И практически круглыми сутками дежурила у постели солдат в госпитале. Главный врач говорит, вас так любили. У меня все больные всегда говорили, где та сестра с мушками? А у меня здесь вот были мушки, родинки черные. Где та сестра с мушками? Она целую ночь ходит, одевает, нас не накрывает и целую ночь не спит. Через ее руки прошло множество солдат. Но одного Раиса Степановна запомнила лучше всех. Она подобрала его на поле боя, перевязала и положила в машину. Как только тронулись в госпиталь, начали бомбить. Водитель уговаривал Раису Степановну спрятаться и бросить раненого. Но она только возмутилась и наставила на него муляж пистолета. Схватила этот пистолет, наставила на него и кричу. Стрелять буду. Давай, поехали. А он говорит, ты дурочка. Мы сели и поехали. Бомбы бросай, а мы едем. Когда приехали в госпиталь, оказалось, что Раиса Степановна спасла с поля боя поляка. Такая уж была установка, говорит, спасать всех. Вместе с Красной Армией наша героиня освобождала Одессу, дошла до Берлина, Польши и встретила весть о победе в Праге. Удивительно, но за годы войны ей удалось избежать ранений. Было очень тяжело, говорит Раиса Степановна, но она выстояла. Я отдала в жизни во время тяжелой войны все, что мне надо, что надо было стране. И поэтому я все время считала, что я достойна пожить. После окончания войны и возвращения в разрушенный Сталинград, Раиса Степановна не вернулась к профессии. Слишком уж много страшных воспоминаний сразу оживала в памяти. Впрочем, она до сих пор, свои 90 с хвостиком, в мельчайших деталях, помнит все, что ей выпало пережить. И надеется, что следующим поколениям никогда не придется испытать лишение войны. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. В последних числах января, как только зима заглянула в Подмосковье, в детском саду номер 9 «Солнышко» устроили спортивный праздник. Все воспитанники дошкольного образовательного учреждения пришли посмотреть и поболеть за команды участниц, в которых были дети и их родители. На спортивной волне оказалась и Татьяна Брылова. Зимний спортивный праздник в детском саду номер 9 – это не просто очередное мероприятие. Это уже традиция. И обычно в соревнованиях участвуют ребята из подготовительных групп. А я сегодня здесь не только корреспондент, я еще и мама, которая будет помогать своему сыну отстаивать победу. Десятки мальчишек и девчонок, радуясь по-настоящему зимней погоде и возможности понаблюдать за соревнованиями, собрались на спортивной площадке детского сада номер 9. Оксана Бекетова, инструктор по физической культуре дошкольного учреждения, вовлекла в участие всех. Мы с Морозом подружились, как снежинки зашружить. Вот так, вот так. Мы точно такие же, как дети, веселые, задорные. И очень хочется дать что-то новое, развеселить детей. Главное то, что мы с детства у ребенка должны воспитывать желание к здоровому образу жизни. Поэтому, несмотря на то, что ежедневно проводится зарядка, три раза в неделю физкультурное занятие, спортивный праздник является подведением итоговой работы инструкторов по физкультуре в течение всей жизни детей детского сада. После общей разминки представили участников зимних соревнований. Две команды – «Медведи» и «Леопарды» должны были отстаивать честь в своих группах. В каждой по 10 участников. Пятеро детей и столько же взрослых. Все были настроены на победу. Наш девиз – «Мы – молодые, леопарды! Мы – леопарды! Мы – леопарды! Мы – леопарды!» В спортивном празднике приняли участие и сказочные персонажи. Первым пожаловал снеговик и пригласил ребят потанцевать. Следом пришла елка, которая очень хотела, чтобы ее нарядили. Это и стало первым конкурсным заданием. Во время прохождения эстафеты спортивная площадка будила. Так активно поддерживали команды-болельщики. Но это был самый простой конкурс. Участникам пришлось постараться, чтобы завоевать заветные очки. Шайбу провести клюшкой. На одной лыжи пробежать. На метле полетать. И проверить свою меткость. Самая веселая оказалась эстафета по метанию снежков. Она показала, кто же самый меткий стрелок. Членам строгого, но объективного жюри пришлось нелегко. Команды шли, как говорится, ноздря в ноздрю. Лишь на последних секундах кто-то выбивался в лидеры и приходил первым. В итоге медведи на два очка опередили леопардов и стали победителями соревнований. Но леопарды не расстроились. Главное участие, правильно? Медаль свою съел, да, я смотрю. Папа даст ему еще. Так, хорошо. Егор, расскажи, что тебе больше понравилось? Какой конкурс? Метание снежков. Ты попал? Угу. Мне более на лыжах понравилось, когда мы ездили. На лыжах до этого стоял когда-нибудь? То есть ты сегодня опытный был спортсмен? Ну, не очень. Я просто вот так вот сделал и все. На этот раз нашей команде, к сожалению, не удалось победить соперников. Но нужно уметь и побеждать, и проигрывать. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Увидимся.